Общий бюджет оздоровительной компании Краснодарского края в этом году составляет свыше 2 миллиардов рублей. Большие средства и серьезные усилия всех задействованных в организации летней компании направлены на то, чтобы обеспечить детям отличный безопасный отдых. И в Славянском районе этот вопрос находится в центре внимания. Он обсуждался на заседании межведомственной комиссии, где побывала наша съемочная группа. Немногим более двух недель остается до начала летних каникул. В летнее время юные славянцы должны хорошо отдохнуть и укрепить свое здоровье. Конечно, для того, чтобы организовать отдых детворы города и района на высоком уровне, нужно постараться и сработать в полную силу всем заинтересованным в этом службам, представители которых были приглашены на заседание межведомственной комиссии. Глава Славянского района Роман Сенеговский открыл это мероприятие, подчеркнув, что нужно обеспечить доступность, безопасность и отменное качество летнего детского отдыха. Хотелось бы, конечно, чтобы мы максимально с вами охватили, охватили большее количество наших детей. Для этого в районе продуманы формы отдыха и формы отдыха в различных направлениях. Поэтому предложение прослушать укладчиков, анализировать. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко доложил о ходе подготовки к лету 2023 года, отметив, что приоритетными направлениями работы в нынешнем году являются достойный уровень проведения всех мероприятий и эффективный подход к реализации всего, что было запланировано. Максимальный охват обеспечим детям из социально неблагополучных семей, детям-сиротам, детям из семей с трудной жизненной ситуации и детям из семей участников специальной военной операции. Необходимо оздоровить нам всех детей инвалидов, по крайней мере постараться подойти к максимальному проценту. Необходимо полностью использовать все имеющиеся для отдыха возможности. Прежде всего, это детские оздоровительные лагеря на морском побережье. В нашем районе в этом году будут работать два стационарных круглосуточных лагеря на побережье Азовского моря в поселке Очуево. Это наш муниципальный лагерь «Ровесник» и частный лагерь «Лебяжий берег». Также будут осуществлять свою деятельность. В этом году они будут в полноценный свой режим работы включаться. Пять смен на 60 человек. Обращаем внимание, мы уже проговаривали с членами ВВК, на эти смены максимально задействовать детей из Славянского района. Потому что лагеря находится на нашей территории, надо использовать возможность оздоравливать наших детей. В ходе летней оздоровительной кампании будут организованы краткосрочные походы одного дня по заранее разработанным маршрутом. Также нужно обеспечить соблюдение в лагерях санитарно-эпидемиологических требований. Виталий Титаренко сказал, что до глав поселений и руководителей ведомственных учреждений доведены реальные плановые показатели, которые нужно выполнить с тем, чтобы вовлечь каждого ребенка в различные виды деятельности. Управление образования будет проводить летнюю кампанию масштабно и ярко, используя как рейтинговые, так и малозатратные формы занятости. Самой востребованной формой организации отдыха по-прежнему являются лагеря дневного пребывания. В них в первую очередь нужно организовать занятость тех детей, которые нуждаются в особой заботе государства. Я прошу внимательно отнестись к подготовке лагерей. В штатном режиме все вопросы мы с вами решаем, но личный контроль руководителя еще раз обратил внимание. На виду с лагерями дневного пребывания мы организуем лагеря труда и отдыха дневного пребывания. У нас всего планируется охватить 120 детей. В прошлом году было 110, и в большой раз мы показываем деньги. Средь местного бюджета у нас 320 тысяч выделено. Подготовка лагерей также идет в штатном режиме по тому же принципу, что и лагеря дневного пребывания. Но напомню, уважаемые коллеги, что задача наших лагерей труда и отдыха – это трудовое воспитание. Нельзя мешать эти программы между собой. В обязательном порядке вы должны понимать, что это трудовое воспитание. Дети должны в облегах от того, как трудиться. Очень важную роль в оздоровлении детей играет здравоохранение Славянского района. Медицинские работники должны постоянно держать руку на пульсе, контролируя состояние дел в организациях, где отдыхают дети. Создана районная медицинская комиссия по организации оздоровления детей. Утверждены списки медицинских работников, закрепленных для работы на оздоровительных площадках и в оздоровительных учреждениях. Создан план оздоровления детей в амбулаторных подразделениях и диспансерных группах на базе лагерей дневного пребывания образовательных учреждений. А также планы обучающих семинаров и занятий. Амбулаторно запланировано оздоровить 3100 детей. Из них это дети, также будут находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети инвалиды, 230 таких детей. Основные нозология, которые дети будут поддержать с основными нозологиями, это заболевания органов дыхания, пищеварения, эндокринные системы, опорно-двигательные. Не остаются в стороне от работы с детворой и учреждения культуры. У них есть большие возможности, чтобы проводить интересные мероприятия, которые придутся по душе юным славянцам. Межпоселенический центр и Межпоселеническая центральная библиотека оказывают всесторонним политическую помощь учреждениям культуры поселений. Облакораживаются зоны для познавательной, двигательной, игровой, художественной статистической деятельности. Выполняются текущие мелкие ремонты, покраска игрового оборудования, в том числе на площадках, которые у нас находятся при домах культуры. Преподаватели детской художественной школы в этом году проведут выездные мастер-классы в гостях у мастера, где ребята смогут своими руками сделать поделки из билины, ткани, бумаги. В этом году продолжится проведение районных мероприятий, обменных выездных творческих программ, учреждений культуры, гостей к соседу. Дома культуры и клубы станут гостями детских досуговых площадок своих соседей и других поселений, с новыми интерактивными программами, игровыми, развлекательными, спортивными, познавательными. Продолжат работу также православные киноклубы с участием священников. Активно участвуют в организации летнего детского отдыха Управление по делам молодежи. Используются многочисленные формы традиционных мероприятий, рассчитанные на детей и подростков разного возраста. В начале июня месяца, в конце мая Управление по делам молодежи центра будет проведена школа вожатых. Мы традиционно и ежегодно стараемся немножко материально подпитать наши площадки и дарем для организации работы на площадках. В рамках школы вожатых ребята получают первоначальные навыки работы, определенные формы, игровые формы работы с бетьми и подростками на площадках. То есть подростки, которых вы уже будете, планируете принимать в течение летнего периода организаторами досуга, обязательно направьте на эту школу вожатых. Она проходит у нас в Северном парке, на свежем воздухе. В прошлом году, по крайней мере, и так проводили. Если погода позволит, сделаем в таком же формате. Далее, в течение летнего сезона такие формы, как организация акций «Запишись в клуб» для того, чтобы молодежь, дети и родители посещали такие мероприятия, акции, могли своего ребенка записать. В бесплатные, в платные, какие-то досуговые формы. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко подвел итоги заседания межведомственной комиссии. Он сказал, что лето для славянских детей – самое интересное и важное время. Делается по всем направлениям действительно много, но не стоит самоуспокаиваться. Работа по подготовке будет продолжена. И организаторы отдыха должны сделать все, обеспечивая полезный досуг для максимального количества ребят. Необходимо использовать весь отработанный годами инструментарий для того, чтобы юным славянцам понравился отдых, чтобы они окрепли и получили новые навыки на пути своего развития. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».